И противостоять ему может не от именизированное общество человеков-винтиков, а реальная демократия, которая формируется и развивается снизу в борьбе за реальные цели, а не спускается сверху к государству. Это слова Сергея Алимаренко. Если есть какие-то вопросы или пожелания Сергея Ивановича, вот он перед нами. Я хотел, к слову сказать, когда где-то примерно 10 лет назад я стал участвовать в здании нашей газеты, но мне пришлось, до этого я как бы занимался довольно такими отвлеченными вопросами, и уже 7 лет было у меня окончено. Я работал на телевидении, специалист Шарома угроза, новости писал. Занимался, так сказать, неформально историей науки, методологией. А вот когда я стал участвовать в предании нашего журнала, мне как-то пришлось обратиться к публицизмам. Сначала это как-то было немножко непривычно для меня, хотя я и новостями занимался, новости так, но публицизм, и другая. И, как оказалось, очень небесполезно для меня, потому что это довольно великуюсь, так сказать, работ в детстве, но более направлении ближе к социологии. И вот, как сказать, эта книжка, она как бы, краткий обзор, краткий обзор того, что все это время, в общем, было не было. Ну, хотя, кто, может быть, этим вопросом интересуется, я скажу, что для того, чтобы, в общем, что-то такое сказать нетривиальное, нужно какой-то свой инструмент. С какой-то другой стороны на все посмотреть. Ну, был заболеванный инструмент, хотя бы, так сказать, не велосипед, но развитие и не так. Мы, как сказать, таких известных поселителей, как Джорджейн, Сорокин, Артемий Косян, но, как сказать, более... Пришлось уточнить, такое понятие, например, как социальный объект, то есть те реальности, которыми окружается общество и вообще что, из чего состоит общество. И такое понятие, например, как модель или картина мира, которую каждый человек себе строит. И вот, пользуясь этими понятиями, ну, это я как бы, кратко это говорил, пользуясь этими понятиями, мне кажется, он доносит много, чтобы, с другой стороны, более глубоко посмотреть на некоторые реальности. И вот здесь, на этой книжке, в общем, вот пример такого применения, в том числе и нет, вот в конце ее, три, четыре статьи, которые были опубликованы в нашей газете «Мол». Они тоже, как бы, спросили тому, что было, что написано в начале. И вот в качестве заключения своего выступления, я хотел бы сказать, просто, можно подсказывать, что когда люди долго спорят о том, что в нашем обществе там, как нужно, так или это, и все кричат, мы должны, мы должны так, мы должны это, и вот, это, когда мы говорим, государство должно делать то ли это, общество должно, и так далее, возникает вопрос, к чему должно, к кому должно. На самом деле, то есть, с эволюционной точки этого времени, говорящий это подразумевает, что предлагаемый образ действий дает обществу культурно-эволюционные преимущества. Никто, конечно, никому ничего не долг и может вести себя как хочет. Только нужно понимать, что придется отвечать на последствия своих книг. В том числе и обществе. В истории последствий не вступает как правило, не сразу, а часто через много лет. Социальные навыки не могут дать нам теории, пользу которых мы могли бы строить общество, даже машину, бездачу. Но они могут дать рекомендации о том, какой образ действий способствует выживание, конкуренто-эволюционные среди, которые ведут застой, или даже купаться. В этой конкуренто-эволюционной войне чаще всего не исчезают. В этом году мы не можем просто обществу переводить в десятилетий или даже столетий произведать в стране от развития других стран. А можно в заключение? В заключение хотел бы вам поблагодарить с ним. Сделать все, что вы хотите, что вы хотите, чтобы вы понимали, а вы получаете, чтобы вы вышли. Для тех, кто только что пришел, Наташа Михайловна, только что была презентация книжки «Социальная реальность», которая только что вышла у Алимарина, которому сегодня 65 лет. Давайте еще раз поаплодируем. Спасибо. У нас сегодня дизайнер Александр Михайлович Кодовик. Наш что, Александр Михайлович? Да. Кодовик, приехал из Рязани. Два слова, скажите нам. Второе повреждение, что вы наобещали, что вы наобещали. Александр Михайлович, мы прям слезы. Мы так все выслеживаем сегодня. У нас сегодня большую часть, так же, азбурно нет. В 1940 году основной работой нашего отделения, Рязанского отделения Союзных городов России, была подготовка к изданию книги, которая называется «Весна победы». В этой книге отражены произведения, поэзии, проза, и здесь выступают участники Великой Отечественной войны, дети войны и дети о войне. Еще примечательная книга тем, что мы постарались раскрыть истоки победы Великой Отечественной войны. Здесь выступают историки. Им дано достаточно долго место порядка 40 страниц, где они практически со времен Петра I описали жизнь России и, соответственно, периода Советского Союза, где показали, что победа Великой Отечественной войны – это не случайность, а исторический факт, который заложен ранее. И не есть. Представлены, кроме этого, здесь есть блок фотографий, блок песен, который здесь, вот, показанный есть, есть еще и диск. Вот участников нашего Союза, здесь песни, как говорят, живую, можно послушать, вот все, что мы здесь создавали. Александр Николаевич, у вас так-то не очень много у нас сегодня. Может, по-моему, два слова, да? Да. Я единственное, что, с вашего позволения, одно стихотворение здесь, вот, сейчас прочитаю, и все. Вот, и часть, и там, и за пользу. Галина Ивановна Едер. Как пишет она в одной из своих развёрнутых биографий, что она в два месяца вышла на работу, то есть ей было два месяца, когда мама её взяла на работу, вот, и так она всё время, вот, на этой работе выросла, и, кстати, из них сам. Стихотворение называется «Среди других, слушай реквием». «Играй, музыкант, только так, не иначе, подскорбные звуки, рыдающие скрипки, пусть вздымится море, пусть горы заплачут, пусть мир вздомит, предательские зыбки». «Играй, музыкант, чтоб сердца встрепенулись от тяжко, несметно мучительной боли за тех, кто от смрада войны задохнулись в блокадном ладу и в застенках неволи, кто пал в чистом поле в ржавых болотах, кто умер от ран в полыкмире Ценбата, кто плавился в талках, горел в самолётах, но честь сохранил гражданина солдата, за тех, кто грыз землю под Курской дугою, штыками, зубами себя не жалея, «Чтоб, палая с нами, победно мясною, взялось над ревставом торжественно лея, за всех матерей, что глаза просмотрели, сынов дожидаясь до смертного вздоха, за малых птенцов, что в сиротце взрослели, чьим кровом высоким была та эпоха». «Играй, музыкант, чтобы помнили дети, чтобы внуки детей никогда не забыли, какую же цену за жизнь на планете их прадеды в странные дни, страшные дни заплатили, подскорбные звуки рыдающие скрипки, пусть майское небо по вдове заплачет, пусть мир снова вздрогнет предательской языке, играй, музыкант, только так, не у нас». «Александр Михайлович Кударев, скажем по секрету, человек-секретный, ученый, о котором мало кто должен его вообще-то знать, а мы вот немного о нем сегодня узнаем. Еще у нас сегодня наш гость. И мы хотели поздравить сопредседателя областного отделения Валерия Коваленко с присуждением звания выдающихся деятелей культуры в этом году. Мы дарим книжку Сергея Алимарина «Социальная реальность», потому что вы доктор философских наук, вам все это чрезвычайно интересно. Так что вы думаете, да? Я думаю, что вы слушаете книжку. Я думаю, мы еще почитаем стихи, да, попозже, потому что вы читаете представители. Да? Чуть позже. И еще у нас сегодня в гостях Орловская книжка. Да, Людмила Дмитриевна. Вот резавцы вас обошли по количеству членов, но за день, если вы достанете, но зато у вас есть Юра Литцов. Какую поддержку оказали? Вы прислали письмо в защиту дачи, да? Да, самое трудное, что времена, когда мы порвали за дачу первого председателя Государственной Думы и одновременно дачу Будина, и место, где Венечка Украина укрывался от преследователей, и удача, кстати говоря, вот так мы поймали. И мы получили письмо от председателя Орловского отделения Воробьева и директора Будинской дегативности. Но на тот момент дачу еще не подожгли, Лужкова еще был мэром, но вот как показали дальнейшие события, это событие историческое. То есть не был бы Лужкова, скажем, Бумбасопянин, но и дача была. Это очень интересная поэтическая книжка, вышившая в этом районе. И далее мы переходим к невероятному. Это наша газета Союза литераторов России. Она блестит, она глянцевая. Она 16-полосная. Пусть расскажет человек, который все это придумал, все это выпускает, которого вы все хорошо знаете. Евгений Степанович, генеральный директор президента Станинского Союза. Дорогой Петрович, коллеги, действительно в этом году у нас много и печальных событий, и много радостных событий. Обычайно мы будем думать, сейчас говорю про радостный, действительно прорыв с газетой литературные известия, потому что начиная с этого месяца, с декабря 2010 года газета на 16 полосах обминованной бумаги. И самое главное, даже в мире, самое главное то, что газета распространяется в 89 странах мира. То есть мы подписали беспрецедентный для средств массовой информации России договор с Федеральным агентством Россоохранничества, это структура Министерства иностранцев, и отныне мы выходим при информационной и финансовой поддержке Федерального агентства Россоохранничества. Друзья, если вы хотите выступить, давайте я тогда подожду, да? Спасибо большое. Потому что действительно это знаковое и знаменательное событие, ни одна газета Российской Федерации такой поддержки не получила, а мы благодаря большому авторитету союза литераторов такую поддержку получили. И сейчас, когда было праздновано в 85-летие Россоохранничества эта газета была представлена министру иностранных делся Бериду Ильичу Лаврову, Сергею Ильичу Нарышкину, главе администрации президента Российской Федерации, и по договору, который мы подписали с Федеральным агентством Россоохранничества, все выпуски газеты распространяются в представительствах Россоохранничества за рубежом, а это 89 представительств. То есть, авторитет союза литераторов, авторитет нашей газеты значительно вырос. Мы по-прежнему остаемся газетой союза литераторов компании Вестконсалтинг, но выходим при поддержке уже государства. Это впервые произошло. И в следующем номере мы продолжаем публиковать поэтов союза литераторов будут опубликованы и Вячеслав Куприянов, Наталья Рожкова, Дмитрий Цесенчук, и авторы которых сегодня мы представляли Мария Памфилова, и Вячеслав Сосоев, и очень многие другие. То есть, мы по-прежнему именно литературные издания, хотя, конечно, мы теперь рассказываем и о тех событиях, которые происходят в недрахенерального агентства Россоохранничества. А вот я вас с этим событием от всей души поздравляю, поздравляю с наступающим Новым годом, желаю вам крепкого здоровья и, конечно, новых стихов, новых рассказов, новых статей, новых творческих успехов. А газета, она для вас открыта. Пишите, присылайте материалы, с удовольствием будем их рассматривать и лучшее будет угробить. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ про время писательных терапевтов. Так что ждем от вас электроники и всего этого. Вы знаете, вот Евгений Степанов работает все время. Вот это невероятный человек, на мой взгляд, и невероятный творческий потенциал и как поэта, и как прозаика, и как руководителя организации, как руководителя издательства. И он обычно делает нам подарки. Хотелось бы сделать подарок ему и подарок такой неожиданный. У нас сегодня в гостях режиссер Наталья Семенова. Я прошу Наталью подойти сюда. АПЛОДИСМЕНТЫ Театральная режиссера. Она поставила, вы слышали об этом, нам рассказывала Галина Ерофеева, она поставила поэму «Москва-петушки». Ну, казалось бы, кто бы мог в 60-е годы подумать, что эту поэму ведут в школьный курс. Четыре часа отвезено в школе, в Шахраме, на изучение поэм «Москва-петушки». Да? Да. Нет, мы постараемся сделать это. Мы не шлифировать. Да, мы не шлифировать. Наташа, а можно вот начать с того, что мы, Евгению Викторовичу Степанову, подарим билет на спектакль. Конечно. Я хочу сказать, что у меня с собой 20 пригласителей билетов на ближайший спектакль, в котором мы играем в театральном центре Союза театральных деятелей на Страстно, куда мы совершенно случайно попали. Вообще, мы независимая труппа, бродячая, совершенно безденежная. но 13 января в Старый Новый год мы играем спектакль на 2 числа. И у меня с собой 20 пригласителей билетов. А дальше, я надеюсь, что на этом наша жизнь спектакль не закончится. И вообще, доказуемо, как бы, наверное, 11 февраля мы тоже будем на спектакль играть. Поэтому я вот такую публику очень-очень-очень рада и очень крепко будет. А дальше, почему вы решили поставить «Москва-битушки»? Вы не только «Москва-битушки» ставили, мы ставили другие спектакли, да? Причем не обязательно наших авторов. Да, у нас идет такой молодежный музыкальный драматический спектакль «Питер Пэн». Он тоже, кстати, отрисованная совершенно такой аудиторией необычной, молодежной, такой подростковой, что ли. А «Москва-битушки» не знаю, сложно сказать, для меня это такое произведение очень крупное. Поэтому как так случилось, я, артисты были одинаково в это произведение. И так пошло. Не знаю, вот когда Александра была, она видела спектак, и мне трудно о нем говорить, у меня с собой фотографию могу вам показать. Вот, и пригласите в ней. Ну и могу только вас очень звать на наш спектакль, потому что А где он по интернету может быть узнавать, когда будет спектакль? Ну вот ближайшие даты, это, значит, 13 января Центр Мострастного и 11 февраля Доказумово. Вот пока расписка больше скилений не получается. Ну и все-таки причина, в чем? Вот именно у вас я думаю, что и время отчасти пришло, между прочим. Мне все говорят, очень многие говорят, что вот как не свое время, но там и все, я думаю, совершенно иначе. Я думаю, что это совершенно иначе. А там больше всего кто заходил? Ну это большая литература, большая задевает сам текст. А кто приходит? В какой состав? Вообще, честно говоря, приходят зрители разные. У нас нет денег, мы не занимаемся рекламой, вообще нет денег, нет никакой поддержки. И честно говоря, вот у меня сейчас очень важный момент государственная поддержка и поддержка может быть частная, какая-то, у нас ничего нет пока. То есть мы все сделали на свои деньги, в общем-то. Вот. Притом у нас большие декорации, нам нужна большая сцена, у нас костюмы, декорации, достаточно много народу и вообще все очень серьезно и народ очень неплохой. У нас очень хороший актер, спектакль. популярный достаточно. Молодежь приходит? Молодежь приходит, но мне все-таки кажется, что этот спектакль больше для зрелых людей. Ну, это мое ощущение. Я не знаю, про это. Я права, я не знаю. Это прикольный, про это. Для меня это вообще абсурд, нельзя как дети понимать. Это все-таки глупо я произвожу, не для детей. Не знаю, не понимаю. Я хочу сказать, что это. Я знаю, что это. Он известный актер. Нет. Александр Романов, нет? А у него муж нет. Вы говорите. Потом у нас здесь, знаете, как послойство, безвесное. Нет, я не знаю. Нет. Но он, наверное, исполняет вашу спектакль. Саша, просто вы однодомые на это наше компанию. Саша, да, просто. Очень интересно. Нет, я хочу сказать, что реакция, реакция зала очень... Да, реакция зала очень хорошая. Я могу сравнивать с таганкой. Потому что, когда я смотрела в центре на таганке, там смех только был тогда, когда эти рецепты смешиваются. То есть, это совершенно другая трактовка. Сравнивать, даже нельзя. Не то, что в ночь, что в хуже, совершенно разный подход. Мы стараемся. Мы же, это и полночь. Да. Да. Ну что ж, 13-го января. Я стараюсь, а так. Да. Да. Зачем стремятся. Наташа, тогда я хочу вас пригласить в жюри и вот в президиуме. Там же вы садитесь. Нет. Нет. Не знаешь, как не идти. Нет. Даже нет. Наташа, она хочет, чтобы мы дарили. А мы хотим, чтобы дарила красивая женщина в жюри. Нет. Батарея. А? Батарея. А у нас убедительство конкурса политического и четвероидесячного. Да? Наташа, но Евгению Степанову это вы должны обучить. Да. Давайте сделаем как по-баку. По чему билетики спрашивают? Наташа. А приятный билет. Надо подбросить к верху такого баку. билет. Наташа, значит, мы платим бесплатно. Ты не принес не банку. Вы получаете. Жень, да, ты берешь билетик. Сейчас. Слушайте, давайте можно цепей. Конечно. Гриша, обязательно. Гриша. Так. Это опасный человек, Гриша. Прекрасный билетик. Мы сейчас подберем победителя литературного конкурса. Садись, пожалуйста. Не, ну что, садись. Садись. поэтическому конкурсу. У нас было создано жюри и было такое задание. Мы обратились по интернету членам союзов гитераторов, чтобы они написали четверостишие. Что вы думаете? Четверостишие написали всего 20 человек. Все остальные написали кто поэм, кто шестистишие кто написал триптих из Израиля Вальберг прислал целый триптих. То есть это было невероятно. Некоторые вообще с ценной лексикой, как у нас теперь принято в последние месяцы, да, очень так оригинально получилось. Было создано жюри. Страшное жюри, о котором никто не знал. И они не знали собственно из кого они выбирают. Но самое удивительное, что они сошлись на первом месте, не зная кто второй член жюри. Я рассказываю, что первым жюри Наталья Рашкова и Дмитрий Кривов, председатель Севска. И первое место получила одни они не сговорились и не знали Ольга Бибикова. Ольга, вы просите подойти сюда получить подарок от Союза и сериал. Он может приобретать, да? Может Или подать. Давай или подать. Давай , А только первый, например. Ты два четверостища, а в первый четверостища. Вот я. Слушай внимательно. И вспоминаем, как мы сначала писали густейшие, потом четверостищие, а потом проскочили дальше. Литератор, с Новым годом! Не скупись на крик души, плюнь на деньги и свободу и пиши, пиши. Пиши! Ответик. Наташа, победит. Победитель. Я уважаю. Так, второе место сзади у нас Олег Гондарев. После смерти Андрея Голову, как мы его звали, Андрея Первозванного, это еще один инвалид, который, несмотря на то, что он колясочный, вот у нас занял второе место. Доведу с нами, хотя бы. Вот, Наташа, пройди, пожалуйста. Да. Ну, вот какое-то издеварение, Аня, прислала. Happy New Year, Балярин! А третий место угадайте, кто? Третье место с нами, Гидри Цесетчукышек. Аплодисменты. 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 Вообще, конечно, надо было, наверное, начать с последней, а потом так вот идти, идти, идти все это, идти, 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 идти. А мы на баке, да? Да, значит, следующий у нас Ватерин Васильевич Рубинович. Есть ли? Нет, нет. Девастовый. Хорошо. Тогда, значит... Так, еще немножечко, где жены, там уже помогут. Да, Ватерин Васильевич, пиши, корректно, не трожи, как заяц. Люди словами, словами, словами. Знает Владовида, кроликов, хватает. Талантов мало, даже любит. Вот строил у нас... Да, строил у нас... Да, строил у нас будет. Естественно, как интересный. А Ватерин Васильевич Рубинович Рубинович. Литерат, чтоб жарить славу, как тень скребит со словом, как морковь с хрустом славой. Ритвы, понят, не говорим, что худись, плавит усердствует. Пожелательно хочу я, Владовида, стекла чаще. Пастичь, пока. Спасибо. А, Владимир, спасибо. А, Владимир, спасибо. Это тоже очень хорошо, по-настоящему, дорогие. Дорогие ветераны, всевозможные таланты. Скоро уж пройдет, ура, я вас буду поздравлять. Медизинки, богаты, вдохновения вам желанты. Пусть вам дарят. Приятно. Чтоб вы так могли сиять. Вот, девятый год у нас, Юрий Пачков. Привет вам, друзья литературы, братья по духу. Удачи вам всем в наступающем Новом году. Смирен, ядварь. Литератур, друзья, и не Бога. Я в курсе не дам в вашем центре. Добъем и пойдем. И последний год будет совершать нашу десятку. У нас пришло отряд под саймом. Кстати, я совсем не читаю, или я так? Ты четыре. Готовы? Да? А ты четыре. Готовы? Чушь такую. Ну, хорошо, давай. Я прочитаю пару. Я так не буду прочитать стихи. Не свои. Вот рождественский снег. Нарывается. Больше стратечки. Пусть сближает. Далее аромат. Виталия и вечности. Вот это первая десятка. Еще десятка осталась. Но потом к этому вернемся. А еще был неформат. То есть те вот, которые написали очень много. И своих любимых авторов прочитает Максим Жуков. Первое место в неформате занял Александр Сыров. Где? А где Сыров? Какой человек? Какой человек? Главное, Сыров? А там же Малина Ленина. Это Толдов. Малина Левина. Маша. По отдельной риминации. Я хорошо. По отдельной риминации. Итак, Митту, да? Митту, да? Митту, да? Митту, да. Митту, да. А Сыровая цивану вразить? Потому что здесь близнические очень многие и ватные. Максим, я могу. Сырова, любимого. Он сегодня должен был прийти, но ему не звонили сдача. У него упал забор. На забор нескольких людей. Собака оказалась без еды. И после этого, к сожалению, нужно будет уехать. Итак, первое место в информате занял Александр Петрович Сыров. Слушаем все. Ермолай. Ермолай, надев ермолку, в мол вступает в тихомолку. Поэтессы молодицы ходят в мол, а молодица в Новый год под семь за столик. Стих о моле молвит кролик. Мол в ней летит из мола рифмы крупного помола. Что мол-мол, помолвлен с музой. Словно шар бильярдный с лузой. Здесь хочу по доброй воле Тост поднять за тех, кто в моле. Сыров, по-моему, не понял. Ну, у нас не только специально написанное поздравление. Вот сейчас выйдет Дмитрий Курилов. Он сейчас надевает, натягивает на себя свою гитару. Он сегодня не спал ночь, как всегда. А он готовил сегодняшнее выступление. Он придумал сегодня тоже. Не знаю, что тяжело, потому что он нам не делал по ночам. Но сначала мы вспомнили миндальный романс. На стихи Татьяны Пацаревой. Они были написаны для дачники главы. Я взял наполнения. Я взял наполнения от tells. Я тушила. Я взял наполнения. Я не взял наполнения. Я взял наполнение. Из международных upsetting, надо помнить это. Я взял наполнение. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Аромат улетающий в вечность Но здесь горит огонь Для узор сопричастных Он согревает дом И освещает сад И свежий аромат Снегов еще прекрасных Смягчает как ментов И утро, и закат АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Не надо по-говорю за столом Естественно, я не могу А лучше делать, пока исполниться Все устали просто АПЛОДИСМЕНТЫ 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 позволяет немножко вольнее относиться к словам и расхляпнуть. Но тем не менее, это нечто новогоднее, такая одноразовая штучка. В ней есть настроение некое. Как вы знаете, у нас кот и зайца, и кота. Тут это немножко обыгрывается. Бранцы, кролики, вставайте на ролики, Подкрутите шарики, да подшипники, Что гадать нам в будущем, крестики, нолики. А словно на полики нам наши стихи, Кружечки-хаврошечки, мальчики-зайчики. Где-то там за елками бродит карачун, Но спасут нас песенки, только вы, только вы. Оттихоти решили, варвал, баба цесечу, Бои выбраться кролики. Берегите ролики, садитесь за столики, Помянем грехи, а чтоб не болеть нам в будущем, Лёлики, болики. У нас есть анаболики, Наши стихи. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И у нее рачай, мне что-нибудь прозвучало. Ну и что, значит, последнее, десятое, Мы с Наташей прочитаем четверостише. Сергей Шеллова. Страшись, поэт-импровизатор, И новые рифмы генератора, Зубастый и зол, как аллигатор, Я не поэт, я не гетератор. Александр была гетератором из страны, Приминатором идет под акцию, Гетератором, мутарь, яхтами, Гетеры, братья, братья, братья. Валерий Ковалевский написал красиво, Правда, не очень понятно. Злодеи помнят детство, Но горе от того, Что Дед Мороз как следство Не даст оменичника. На этом праздничном перу, Для этого приедема, Желаю братьям по перу, Словие с Нью. Мария Покрова. В десятилетии нового Забота, кроме вкус, Кого филе стерковный, Кого темно, Грустная команда. И последняя, Ирина Артамонова. Литератор будет здоров, И к совершению готов. Будет творческий успех, Без каких-либо помех. Вот такое хорошее поздравление От Ирины Артамоновой. Ну, у меня тут 20 человек, Которые приняли участие В этом конкурсе. Геннадий Анатольевич, Подождите, это будет застойный Вы, Жуков, Щелков, Это вы потом. А сейчас у нас Олег Челам, Который... Вам подарили Нашим замечательным Редактором, Нашим махом. Это просто, да, Благодарим. Вот. Насподарим вам. Здесь история, Краткий курс Истории Союза и Ветерария. Спасибо. Здесь есть интервью О поэме «Москва-бетушки» С Галиной Ерофеевой. Так что можете там найти. Олег Челам. Как-то он стал медлителем В последнее время. Но я так все выступаю. И даже какие-то у него Такие благородные ситины появились. Добрый вечер. Добрый вечер, господа литераторы. Вы знаете, чудесная Этима, что-то с нами происходит. Помимо того, что меняются Годы жизни И каждый год новый И каждый президент Приблизительно такой же, Как был предыдущий Одна и та же песня Нас становится меньше. Я заметил, что в прошлом году Мы уже где-то В минуте 47 Уже все были радостны и счастливы. А сегодня еще Как-то воспринимается. Это говорит о вдумчивости, О том, что мы развиваемся. Я сыграю песню, Которая носит название Кораблик. Она означает Наше движение к себе домой. Плывет кораблик мой Бежит кораблик мой К моим родным берегам А волны за кормой Все волны за кормой Пустились, прирастут и там Я их люблю, я не покину Я их пою на перебой Но дай мне Но дай мне Но дай мне Из дальних стран Из дальних стран с собой Я их люблю, я не покину Я их пою на перебой Но дай им Но дай им Волю Опрокинуть Солнце На мной Эй, кораблик мой Эй, кораблик мой Я их люблю, я не покину Я их пою на перебой Но дай им Но дай им Волю Опрокинуть Солнце Надо мной Ветер Надо мной Волны За кормой И плывет Со мной Кораблик мой Кораблик мой Домой Солнце И Солнце Солнце Олег, а мне бы хотелось, чтобы мы обратили внимание на то, что к нам сегодня пришла Лилия Викторовна Волоконская. Лилия Викторовна, может, чуть-чуть представьте, чтобы вас все видели. Мы всегда радуемся, когда Лилия Викторовна приходит. Мы говорили о книге сегодня Натальи Дамитрия Дубрия, где она написала о своей семье в удивительных 30-х, 50-х годах. И я еще забыла сказать, что сейчас дети и внуки Натальи Дамитриевны защищают Химкинский лес. Это удивительная семья. Почему я говорю о Лилии Викторовне Волоконской? Потому что она написала потрясающие воспоминания о своем дяде. Это тоже была потрясающая и интересная семья, которая как могла боролась в этих условиях. Мы обязательно опубликуем воспоминания Лилии Викторовне в новом альманахе, словесной в 2011. Олег, я очень хотелось бы, чтобы что-нибудь, или не только, ну просто, песня была. По поводу Химкинского леса, это отдельная песня. Меня поразил ответ президента Российской Федерации, он сказал, что мы выслушали общественность, проложили все это. Вот это было честно. Мы выслушали это. Я хочу представить вам Евгения Сгодова, автора и исполнителя песен «Лоба Дилана» в Российской Федерации. И он является членом союза литератора, если кто не знает, и у нас с ним получается лезть много дел на отечественном языке. Боже, как же достали эти игры, дела и подвижки. Ляжешь спать в своем доме, проснуться рискуешь в гостях. Шансов вроде бы нет, а впрочем, как и вяжет фишка, но ты узнаешь об этом в шестичасовых новостях. Я готов улыбаться в ответ на любые капризы, и улыбаться в Бизанской башне в наших краях. Но в отмену мой каприз в Монзолей едет в Бизанской башне, и ты узнаешь об этом в шестичасовых новостях. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И ты узнаешь об этом в шестичасовых новостях. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Завтра в «Жестычествовых новостях» будет вам верно, и в этом зале, на «Печисинки 10» родился ансамбль имени 20-летия Союза литераторов России. Руководитель Олег Челов, Евгений Стодор, Атах Молотов. Ура! Завтра в «Жестычествовании» будет получать марку участника нашего бента. Скорый боезд, Мосфаль, Нью-Йорк, не приводит срок. Скорый боезд, Мосфаль, Нью-Йорк, не приводит срок. На Нью-Йоркском фазале, в Москве, в Канчугу, на Мосток, в Стрелку, Нью-Йорке, в Шок. Скорый боезд, Мосфаль, Нью-Йорк, не приводит срок. Год-департамент, и как мы смели, ждуть протестную моповую соль. Год-департамент, во всем чьи, без смену и легкалекую соль. Люди в серых плащах из научных снов, спешно меняют пароль. Выходит в гости порталент, но правда старался, когда готовил бренд-соль. Атлантический скорый, как динь между полей и земляничных полям. Атлантический скорый, тячит сам по себе, а не на цыгане селян. Кто-то там будет-будет, кто-то смотрит в окно, кто-то пьяно разбирает срок рам. А на машинист по силе не бросил стопку угля, и пошел кудеть в вагонный ресторан. Атлантический скорый, как динь между полей и земляничных полей и земляничных полей. О, если из мосты в нее не прибудет срок, мой Бог, что делать, шпары в свободе? Шпары! Встреча! 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 Скорый бой с Москва, Нью-Йорк, Немный Бойкско! Скорый бой с Москва, Нью-Йорк, Немный Бойкско! Скорый бой с Москва, Нью-Йорк, Немный Бойкско! Скорый бой с Москва, Нью-Йорк, уехал в город Торжово! Скорый бой с Москва, Нью-Йорк, Нью-Йорк, Немный Бойкско! Скорый бой с Москва, Нью-Йорк, Нью-Йорк!